Мутится на своей душе, что дальше-то ждет? Или вы таких вопросов не задавали никогда? А я с молодых ногтей задавал себе вопрос. С 9-летнего возраста не хотел умирать. И конечно, не хотите, да? И ничего для этого не делаете, просто проживаете здесь уже. А я все время барахнулся, пытался узнать, и Господь дал Слово Божие в Библию. И в этой Библии написано, как раз в этом Слове Божьем, наше будущее, каждого человека и ваше тоже. Куда пойдем? Ну или ват, или в рай. Рай – это вечная жизнь, вечное блаженство, вечное счастье с Богом. А вот ад – это уже хуже. Это, говорят, вечная смерть. Стон, скрежет зубов, постоянный пожирающий огонь, который и совесть гложет, и тело человека. То есть страшное мучение, представляете, за то, что не задумались. Может быть, возьмете все-таки? Нет, это не зайдет. А если Слово Божьем, возьмете? Книжку. Четыре Евангелия. Ну, не знал, ни о чем могу сказать. Я с таким дедушкой лежал, он все. Игорь, давай завтра, давай завтра. У него полмагии отрезали. И в конечном итоге ночью просыпаюсь от того, что хрипт такой. А он все уже, пена изо рта. И, говорит, завтра утром точно, Игорек, мне прочитаешь. И все, и нечего читать. Вы тоже неправильно все говорите. Просто стращаете людей. Да, мы стращаем. Потому что Бог стращает. Деваться некуда. А Бог нас не стращает. Не забудьте, я такой же человек, с такой же плотью, как у вас. И мне тоже страшно. И поэтому я говорю. Ну, православная церковь, вот так на все услышание на вокзалах, не кричит. Ну, это какое-то кричит. Что вы, разве я кричу? Просто беседую. Если бы я правда кричал. У людей какое мнение. Видите, православная церковь, это не та православная, которая должна быть. Православная церковь. Спасибо. Слава Христу. Веруйте, учиться, Христа. Он нас спаситель. Даже тут можно, оказывается, поблагодарить. Православная церковь. Сайт. Сайт. Не надо, не надо. Куда же вы приглашаете? Это сайт. Я на сайт вас приглашаю. Там можно побеседовать, задавать вопросы с людьми. Там верующих очень много. Ну, тысячи верующих. Различных. Прям тут есть скайп, можете взглядеть в глаза, пожалуйста. Все, уже некуда вам деваться. Все, берите быстрее. Я шучу, конечно. Не хотите, не надо, это ваше дело. То есть, там все есть уже. Вы, когда предстанете перед судом Божьим, уже нет никаких. Что, я хотела в глаза? Не в глаза, всякое разное. Вы перед Словом Божьим, а не перед Сайтом предстанете. Вы перед Словом Божьим предстанете. А на сайте у нас Слово Божье. У нас одно Слово Божье. У нас только Библия. А что вы сказали, что это лучше того, о чем я говорила? Библия намного лучше, чем ваши слова. Ваши слова, они малодушные ваши слова. И они растворены полным равнодушием ко всему. А Библия – это огонь, это пламя. Она попаляет любого человека, если только вы против него будете. Конечно, я и горю. Я и горю пламенем ревности по Богу. А вы равнодушный человек. Ну, только скрываете это все. Ну, долго не будете скрывать. Господь поставит сумки. Ой, ну где пишут, что надо с собой брать от этой сумки. Заходите туда. Там на правой стороне все это. Саня, где, да? Даша, там у нас вот родители есть. Шутка там. Стоит для этого. А кто вам досталось? Скажите, пожалуйста, сколько минут. На каждом шагу. Православный на каждом шагу. Только что нас обвинили, что православные не говорят. Теперь уже на каждом шагу. Где, где? Это середина золотая. Страничка в интернете. Наша страничка. Православная церковь. Мы из православной церкви. Там есть страничка. Вы туда заходите. И вот что вам нужно. Там, допустим, есть форум. Вот на этой стороне вы найдете все наши здесь адреса. Захотели на форум. Что такое форум? Реквизиты. Форум. Это значит, там все, кто есть на нашей страничке. Там, допустим, 15, 20, 30 человек с разных стран мира. Они православные там есть, неправославные. Но они все верующие люди. Есть неверующие. Но почему-то они там любят. Это я вот здесь не верующие, а молитву знают. Ну, это как? Ну, я помню, Бог небесно творится, ищи Господь, ищи наше, и виси на небеси. Я так начну рассказывать все. Ну, и видим, да, что вы около что-то известны. Но главное не в этом. Главное, чтобы вы стали верующими. А я пришел сюда, сюда пришел. Вот, колесные. А там вот эти верующие. Были там вот, нет? А это присядники там, да? Да, 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 да. Были там? Ну, вы же, нет, я не был там. Я православный. Ну, я говорю, мне ночевать, где жить надо где-то. И что они? Саню, проведи я. И что они вас не приняли? Ну, нет, конечно, у вас другая вера. А вы сказали, что православный, что ли? Вы же сказали, что неверующий. Я неверующий, я не знаю, что такое. Да как, что-то так? Я и начал свою, эти, крестьянскую веру, вы знаете, что такое Бог. А, вон что, вы с ним начали привлекаться. Да, это даже что. Понятно. Даже Плутон сказал, что никто не знает. Плутон, ну, Плутон к нам как относится? Он вообще жил еще до Христа, ой-ой-ой, когда? Ну, до 2-ой эры. А вот это, он за что, от его отравили? Потому что тогда, что это, Бог, это газообразное и беспроводномочное. Да, у них понятия Бога вообще не было. Так что, чего вы им о Плутоне говорите? Вам нужно о своей Бушей думать, как спастись. Вы, если будет возможность, заходите сюда. Телефоник-то есть? Последуйте, по расследованию, и так далее. Будем дать тех людей, кто ищет спасение, для души своего. Засколько на конкурс, по-своему, поэтому... У вас есть ли у вас? Нет, нет, нет. Так, наверное, читать будете? Ну, а куда я дедушка? Ну, читайте, конечно. Ну, видно, что раз выходите везде, то помоги Господи. Пожалуйста. Нам даже, знаете, на Евангелие где-то преподавали? Вот два человека. Ты никто Евангелие не заходил? Нет, не ты. А? Нам такое Евангелие преподавали на тюрьме. Каждый четверг ходил поп там, на горе у нас, на Канатах. А в каком году? Во все года. Какие во все? А когда вы там были? Я в 79-м, 82-м, 83-м, 93-м, 96-м. Может, Игнать Тихоновичу ходил? А, в 2000-м? А, в 2000-м? Ну, а в 2000-м я там ходил. Он сам сидевший ли это? В 2000-м я ходил. Нет, кто-то рыжий, кто-то рыжий был. А может, уже посидел? Он сам, говорит, сидевший. Мы там двое ходили. Один такой дедушка, а другой большой, вот это я большой. По четвергам, по-моему. А дедушка, да. Ну, да я понял, мы маленькие давали Евангелие. Маленькие, синие, да. Синие, да. Вы беседовали там с нами? Ну, а как же? Ну, вот, я вот опять перед вами, и опять готов вам рассказать о Христе. Ну, надо слушать и исполнять. Значит, ходили те времена? Да. Те времена. До 2007-го года мы ходили, потом православные цели запретили. Нет, я уже был, я на куете был уже, до 7-го. Ну, а мы все ходили, продолжали. Мы носили вам там газеты, чистую бумагу к нам носили. Газеты очень большие. Вчера мне газету дали про коммунистов, голос. Ну, молодцы, молодцы. Я хоть родную дружу все делал. Вот, хорошо, хоть напечатали большими буквами. Да, это специально для того, чтобы люди могли спокойно, от автомобилей где-то ехать. У меня главкома, главкома тем более. Может, кто-то желает, но я внуков. Не фига, да. Я внукова, я внукова, я внукова, я внукова, я внукова. Я внукова, я внукова. Читаю Евангелие. Да, ведь сколько. Да не сколько. Как Евангелие можно еще на фигу. Это Слово Божие, оно нас будет судить. Новый Завет, читайте. Новый Завет, выключите. Новый Завет, выключите. Так, все есть, так надо, чтобы не есть, а чтобы в сердце все было. Есть. И в сердце все было. Ходить-то можно, а вы должны быть членом Церкви. Вы как причины? Зайкарные погружения были? Ну, я пойду на первую. Ну, хорошо, что вы поете, это отлично. Вы прекрасно, что вы поете. Троекрасным погружением батюшка вас погружал уже? Да, маленькая. Да, маленькая будет? Никого не погружали в ваших возрастах. 30 лет назад никого не погружали. Да, давай. Только у вас одно уже, 50-е апостольское правило, что только троекратное погружение в воду является истиной крещения. Не надо надеяться. Разберетесь с батюшкой этот? Фран приходит по своему двух царствах. Четверо Иванович, крупнейший. Не надо. Снимать нас, снимать нас. Ой, да не бойтесь ничего, никто вас не будет через камеру. Если у вас есть наш сайт, заходите туда. Хорошо. Там увидите все наше благовестие. Для чего все это нужно. Познакомитесь. Мы там открыты все. Мы святы церкви. Как Христос? Держи. Пойдем домой. Ты сказал, что он или нет? Нет. Не то, да? Целая земля. На форуме. Православная церковь. Приглашаем к нам. Помоги Господу. Дируйте. А это же интернет. Он везде. И мне это же нету. Нету еще? Нету. У вас такой возраст. Вы уже как бы обязаны даже. Возьмите. Ради этого возьмете себе компьютер. Помоги Господу. Это не в этом дело. У нас в деревне еще нету компьютера. Будет. Все скоро будет значит. Помоги Господи вам. Вот видите сейчас помолимся. Господи. Благослови. Чадо твое. Чтобы все что знаем мы было и у нее. Помоги Господи. Слава тебе Отец и Вы. Дух Святой. Аминь. Все. Я помолился. А вы помолились со мной? Помоги Господи нам. Веруйте в Иисус Христа. Медаль не есть. Софи. Медаль не стоит. Медаль не стоит. хупается вы можете снимать? нет на каком основании Вы меня снимаете? я Вам дал разрешение на съёмку у себя? Вы меня никто не запрещал? Я Вам запрещаю снимать на каком основании Вы меня запрещаете? на основании? А Вы такой Wonderful? ARIN Jason скажите на каком основанииæ Разрешено снимать Частное лицо без его разрешения Камеру По камере Законное помещение Нет помещение Территорию стратегического Мы приняли это Молодой человек, мы молимся за этот объект Чтобы никто не проник И не взорвало ничего И это одно из наших Молительных дел Ну Тогда ли бы нам по блатку Прошли туда и все, раздали везде А то мне подошло Вот, который мистер подбирает Вот, вознолетел, вот, давай на выталку Они выбросают Они выбросают, а я потом выбираю Сайт прозвоночника Сайт прозвоночника Дают все, тебя юбилей ждет Сайт прозвоночника Сайт прозвоночника Прославный церковь Прославный церковь Прославный церковь Сайт прозвоночника Сайт прозвоночника Заходите, пожалуйста Господь Иисус Христос дает вечную жизнь Прославный церковь Сайте курить Господь Иисус Христос поможет Прославный церковь Прославный церковь На той стороне все адреса Там вы видите много чего Журнал, видео есть Прямо вот эту съемку увидите У нас там уже чуть ли не в режиме онлайн Скоро, наверное, будет Сайт прозвоночника Заходите, пожалуйста Здесь есть форум Нужно пообщаться с ведущими людьми Со всех сторон мира Это сайт православной церкви С людьми в различных странах мира можно общаться Понятно Бросайте материться Это нельзя сквернословить Сайт прозвоночника Веруйте в Иисуса Христос Дает вечную жизнь Сайт прозвоночника Веруйте в Иисуса Хриса Он дает вечную жизнь Заходите, пожалуйста. Да ладно, еще морозить небольшой. Брат, сетки нас подморозил там, но все-таки результат достиг. Молодец. Ну, мы, в общем, считаем, что бартисты ближе всего, ну, тут съемка идет, а не волнуйся, это для нашего журнала, у нас видеожурнал «Веручая». Так что вопросы задаем с людьми, беседуем, так что у тебя просто интересное состояние. У нас церковь крестовозвиженская здесь, на Ползунова. Там у нас просто дом свой, мы относимся к русской православной церкви за границей. Последняя община, которая осталась здесь, на территории России, а там произошло такое воссоединение, ну, в общем, две тысячи. Ну, как, ничем не отличается все то же самое. Только у нас иерарх наш находится в Нью-Йорке. У него такое же облачение там, все, как и у здешних. Но главное, что нам разрешено благовествовать. Вот что дело. Мы можем ходить и людям рассказывать о Христе по Слову Божьему. Причем Слово Божье на русском языке. Вот ту Библию, которую у вас там читают, 66 книг, вот у нас только 77 книг, у нас 11 добавлено. И все это переведено православными. Это переводили в Москве православные люди. И теперь баптисты, ну, верующие люди, они пользуются Библией, которую переводили православные. Ты не знал об этом? Нет, это понятно. В 1876 году. И теперь мы никак не можем договориться с баптистами. Понимаешь? Вы православные, те потомки тех людей, которые перевели Библию, не можем ни о чем поговорить. Баптисты не хотят с нами встречаться в этой договоре. Потому что они самодостаточны. Ну, я знаю, что это не надо так считать, нельзя так считать. Но, когда ты понимаешь... У нас в Сихо, он всегда не знал. Да, да. Он встречался так же с Патриархом и сотрудничает. Да не надо сотрудничать. Перестань эти слова, заученные говорить, коммунистические. Не, ну, это же правда, они помогают друг другу. Надо не сотрудничать. А в вере Христовой, евангельской, идти к небу, переходя от веры... Многие не воспринимают просто баптисты. Я считаю, что это неправильно. А что, православие кто-то воспринимает? Ну, как я, отношусь к этому вполне хорошо. Я бываю, живу в православной церкви. Просто для меня, например, неприемлемо то, что... Ну, вот я к иконом отношусь, скептически. Я не считаю, что... Ну, я больше к Богу обращаюсь. Я не считаю, что нужно обращаться к Деве Марии, прощать ее о чем-то. Зачем, если я могу прощать к этому Богу? Я уважаю, я знаю, что это святой человек. Ну, то что... Но... Немного по-другому. Представь Богородица, она действительно святой. Называется у нас Пресвятой должна быть. Я это поддерживаю, но вот обращаться именно к иконе или к ней... К иконе? Не надо обращаться к иконе. Нужно обращаться к первообразу. А как к духам праведников обращались? Это евреям 12 глава. Приступили к духам праведников. Для меня все проще. Я вот Богу обращаюсь. Для меня это более понятно. Ну, будем так говорить, что все равно при всех этих раскладах баптизм это все равно секта. То есть отсечение от истинной большой церкви единой. Ну, она сейчас уже не такая большая в этом плане. Секта? Да, его не любят, это слово. Но куда деваться раньше? Вот, допустим, смотришь старые фильмы. Он американский. Они прям так себя и называют. Мы секта там святого Рональда или еще что-нибудь и все. Ну, прям так себя и называют. От нас там вот выставляются там воины и так далее. Прям сами себя называют. Потому что другого слова-то нету. А вы когда относитесь к словам? К кому? Баптистам. Отлично. Мы с ними вместе работали. Меня, баптистам, учили отделки. Я в бригаде работал у баптистов здесь. У нас были здесь вот дьяконом Петеримов Анатолий Федорович. Вот здесь вот на коммуналке. У него жена, она православная у нас вообще. А он дьякон здесь, баптистка. Она была баптистка, пришла к нам. Ее дети пришли. Три дочери и один сын. А двое сыновей у баптистов там Петеримов. Он на гитаре играет, Сергей. Ну а Володя, не знаю, ну тоже на чем-то играл. На стрипке он играл. Но он, сейчас не знаю, баптизм или нет. Ну скорее всего там, ну где-то тоже рядом. Ну и так далее. То есть у нас очень много связано с баптизмом. Ну а надо быть конкретно членом церкви. Не просто где-то около, а членом церкви надо быть. Я еще не сделал. Троекратное погружение в воду руками истинного священника, который рукоположен от Иисуса Христа через апостола. И нету в баптизме таких священников. Ну я к этому, я не знаю. Я в этом не вдавался подробностей. Так а других нету подробностей. Я считаю правильным. Других подробностей нету. Мой брат очень рукоположенный. Вот то, что баптисты миссионерствуют, проповедуют Слово Божие, сами его заучивают. Это нас как раз и подвигло вот сейчас идти, благовествовать. Ну мы такая небольшая, можно сказать, течение православия, миссионерское наше вот общество. Ну сейчас опять подвигнется это дело. Начну благовествовать. Так что давай, ты заходи на наш сайт. Помоги благословить я Господь. Задавай вопросы. Ну и последний. Хороший по телевизору. Надо сказать. По флешкам. Ну то есть, по цифровым наборам. Хорошо. Желаю вам и ясного улыбка. И вам тоже. И вам тоже. И вам тоже. И вам тоже. Да. Заходим в сайт. В данный разный сайт. Можно поучаствовать в форуме. Вопросы задавать. Ну там сайт есть. Можно беседовать и поведевать. Как захотите? Хорошо. Помолились они. А вы курить не пробовали? Не пробовали, да? Не идет? Потом нам надо. Христос покуряет. Христос. Надо только от всего, от всей души помолиться Господу. И бросать люди. Вот у нас брат тут курил. Вот в 15-17. Или в 15-18. Даже от наркотиков отказываются. Но это, конечно, уже Господь вообще в милости. У нас сейчас немного приезжают. Реабилитационный центр. А, реабилитационный? Ну, 50-нический, да? Ничего себе. А как они попадают туда, интересно? Сами? Ну, у нас есть человек, который только пошел. А, и что, рассказывают, проповедуют вам? Да не проповедуют, просто приводят. А о Христе не говорят? О спасении души, о вечной жизни. А, не интересовался? Ну, это самая главная жизнь. Курить-то не просто курить, что там у тебя здоровье прибавится. А курение, оно останавливает те функции в человеческом мозгу, которые раскрываются для принятия Слов Божьих. Потому что это нечестие. А где нечестие, там святости нет, понимаешь? А Слово Божие святое. И поэтому, видишь, нужно себя подготавливать. А для этого нужно быть чистым. И тогда Слово Божие действует. Ну, ты вот посмотри, зайди в наше видео. Оно своеобразное такое. Там везде Слово Божие. Веруйте в Иисуса Христа, Он спасет от смерти. До вечной жизни. Заходите. Веруйте в Иисуса Христа, Он спаситель. Веруйте в Иисуса Христа, Он спасает от смерти для вечной жизни. Слава Господу. Слава Господу. Веруйте в Иисуса Христа, Он спаситель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...